Привет, друзья, привет. Слушайте, вот интересное дело, да. Я сейчас как раз проводил вот эту встречу, ликбез наш обычный такой, когда мы все вместе размышляли, как правильно сделать будущий вебинар, коллективным разумом таким. Я хочу, в принципе, скоро сделать такой мозговой штурм, собрать таких нормальных думающих людей, собрать и сделать мозговой штурм глобальных наших проблем, чтобы неопределенность эту преодолеть, чтобы создать образ будущего, да, чтобы, и читали мою национальную идею, там же сильно сказано кое-какие вещи, что есть задачи, которые можно решить только объединившись. Это очень важный вопрос. И вот, пока делали, я там рассказывал о том, как трудно людям понимать друг друга вообще, потому что под каждым одним и тем же словом читает человек по-разному. Поэтому бывает, что трудно понимать друг друга. И в этот момент мне Наташа как раз говорит, слушай, такой образ хороший был, когда ты вспомнил, как джентльмену дачи, когда он объяснял, какое дерево. Потом оказалось, что это дерево, где это дерево было, я не понял. С электринного магазина. Это электринного магазина. Пальма сидела, Пальма. А мужик сидела. Пальма была. А мужика, которым там говорили, оказывается, был памятник. Потому что кто-то там сказал. Ну, его посадили, а... Там, говорит, еще мужик был. Сидит мужик. Да. А кто же его посадил? А кто же его посадил, если это памятник? Ну, короче, люди не понимают друг друга, когда разговаривают некоторые. А я вспомнил, что это же Вилли, это самое, Токарева написала. Токарева написала. Ну, великий писатель. Она писала такие эмористические вещи, джентльмены, да, что-то много других. Я Наташе рассказываю, что я же с ней встречался, и не просто встречался. Я лечил ее, у нее наговорил, и так получилось, что я... Ну, был на совещании, и тогда меня Лариса Евгеньевна Курнишова, она была зампредом комитета образования Москвы, проводила совещание, и там проводили совещание о том, что такое метафора. Метафора. Вот, обсуждали. Это очень интересное дело вообще, что... Ну, короче говоря, и там сидела Токарева. Я-то не знал вообще, кто она такая. Да, и вот потом она меня попросила, она в своем номере была, мы все были в каком-то пансионате, можете мне посмотреть, у меня отчеты от нога болит. И я, ну, Лариса Евгеньевна Курнишова с ней познакомила, мы познакомились, она узнала, что я доктор, можете посмотреть. Ну, и мы пришли, я делал процедуру. Если бы я знал, что это самая великая Токарева. Я же не знал, просто я когда делал процедуру, ей стало легче, она мне говорит, а вы не могли бы ко мне приехать пару раз и еще сделать. Вот я чувствую, что вы знаете свое дело. А я обиделся и не поехал, потому что у меня это как-то... Ну, я хотел... Ну, человек разговаривает со мной на таком важном совещании, о метафоре там это, вот. Я там тоже что-то говорил про саморегуляцию. И вдруг в этот момент меня воспринимают как лекаря. Ну, приезжайте ко мне, типа, поделайте мне процедуру. Я хотел на уровне с человеком разговаривать. Вот если бы я поехал тогда к ней за пару процедур, я бы узнал, что это та самая великая Токарева. Она бы тоже узнала, что я тот... Ну, понимаете, как получилось? Вот это проблема коммуникации. Вот получилось так, что... Она-то знала, что она Токарева. Она знала, что ей там все рукоплеи ищут. Понимаете, в чем дело? Она же не знает, кто я такой. А я-то свой потенциал знаю. Я бы ей сказал, знаешь, Токарева, давай на равных разговаривать. Ты газету «Правду» читала? Ну, да, конечно, читаю. А вот такой-то номер читала, а что такое? Ну, там про меня писали. Как это про вас в правде пишут? А ты социальную индустрию читала, Токарева? Читала, да. Там про меня писали. А ты совершенно секретно читала? Читала, да. А ты там то-сё, учительскую газету, столько номеров читала, там же про меня. Да кто вы такое? Да вот же. И тогда бы она узнала, кто я такой. А я бы узнал тогда, кто такая Токарева. И мы бы тогда на равных разговаривали. А то получилось, что она меня за лекаря приняла. Не могли бы вы приехать ко мне домой, там меня подлечить. Я думаю, что я лекарь что? Я-то себя знаю, свой потенциал знаю. Кто я такой знаю? Она-то меня не знает. Я её не знаю, кто она такая, понимаете? Но мне не понравилось тогда, что она как вот с высока разговаривала. Потому что она себя знала. Про неё юность печатала, и много книжек у неё, и фильмы делали. Да. Ну, про меня тоже ведь миллионы людей читали в газете. Правда, извините меня. Это не шутка. Да. Ну, короче говоря, проблемы коммуникации. Вот оно в чём дело. Про вас же тоже, может быть, не знают, что вы денег, что вы великая, что у вас потенциал невероятный. И поэтому, когда кто-то к вам так вот, ты зайди там или позвони мне там, там, как там это, капусту фашить, или там ещё чего-то. Ну, тебе тоже может быть обидно, потому что ты хочешь, чтобы с тобой хорошо разговаривали, на уровне, так сказать. А нас все плохо знают, друзья, нас никто не знает, может, кого-то и знают, а кого-то не знают. Поэтому, что там обижаться? Вот пошёл бы я к Токареву, и узнал бы её, и задал бы ей вопрос, она бы меня узнала, и мне бы задал, и научил бы я тогда её саморегуляции. И была бы она сейчас рядом с нами. Потому что хочу я продлить жизнь людям, всем хочу продлить, чтобы у них было творческое долголетие, потому что просто физическое долголетие никому не нужно, если человек ничего не может, или только обузы для других. Но он и сам себе не нужен. А чтобы и такой человек, который ничего не может, тоже начал мочь, тоже начал мочь, который десятками лет сидит в постели и ничего не может сделать, тоже бы открыл свой талант. Я знаю эти методики, как сделать, и этот человек тоже станет себе полезным и начнёт другим помогать. Я знаю, как это сделать. Вот что он делает. И, конечно, мы хотим продлить творческое долголетие людей, великих людей планеты, и снизить кризисы и войны. И вот сейчас я разговариваю с девушкой из другой страны, ну, которая в таком стрессе, в таком стрессе, она не знает, как быть, она ездила к врачу, она 4 часа всего спала. И врач удивился, что у неё так прыгает давление, да, и сердцебиение, она всего 4 часа спала. Я говорю, а что ты спала всего 4 часа? Ну, так пришлось, а почему пришло? Ну, к врачу надо было ехать. Так она спала, потому что всего 4 часа, и удивляется, что у неё давление прыгает. Потому что надо было ехать к врачу. Ну, вот какая проблема коммуникации, да? Ну, как это странно, да, вот, интересно. Для того, чтобы человек выздоровел, он поехал к врачу. А к врачу приехал, и после него стало ему ещё хуже, потому что он из-за этого не спал, чтобы поехать к врачу. А я же вам в нашей школе, в нашей школе «Человек будущего» как раз хочу вас научить всех, чтобы вы сами могли включать внутреннюю аптеку, чтобы вы сами могли регулировать свои состояния. И даже если вам надо поехать к врачу, вот эти 4 часа, которые вы только всего лишь спали, вы могли быстро компенсировать. Но это надо учить всё-таки с детства, чтобы, как вот нас в детстве учили, зубы чистить и руки мыть. Чтобы наши дети и внуки уже знали вот эти все приёмы. Чтобы не попадали в такую ситуацию. А встречаясь с такими великими людьми, как Токарева, который так хорошо написал, это ну дерево такое. Чтобы не было вот таких тоже, как в её юморе, вот таких не было, чтобы непонимание друг между другом. Поэтому мы вместе с вами создаём науку человечности. Вы сейчас постепенно будете постигать, как метод-ключ является ключом к науке этой. Да-да-да, это очень интересно. Пишите, пожалуйста, комменты, вопросы. Да, и что вы думаете по всему этому поводу. Самое главное, чтобы вы писали вопросы. Потому что мне тогда легче будет провести с вами вебинар «Разгрузка», где мы все будем там в этом самом, как это называется, ну, в зуме, в зуме, в зуме. Я вас буду всех видеть, и мы проведём во время разгрузки потрясающе. Я вам так подскажу, как разгрузку правильно делать. И вы после этого будете так себя чувствовать. Ну, домашнее задание, пожалуйста. Что такое счастье? Сформулируйте для себя. Что вы хотите после этой разгрузки получить? Сформулируйте для себя. Представьте себе. Вот спать будете ложиться? Ложитесь и помечтайте, что вы хотите, чтобы после вебинара у вас начало происходить. И оно начнёт происходить. Давайте, друзья, до встречи.